Американка Фрэнсис Гейб стала изобретательницей первого в истории самоочищающегося дома. На это женщину вдохновил случай, когда кто-то из ее детей оставил на стене пятно от джем, и Фрэнсис, в сердцах взяв садовый шланг, быстро устранила безобразие. В 1984 году сенсационный проект был готов. Система самоочищения достаточно проста, но поистине удивительна. Под потолком дома Фрэнсис были установлены форсунки, распыляющие мыльный раствор. Затем пена смывалась струями воды и в завершение комнаты просушивались теплым воздухом. Каждое помещение было оборудовано сливом, по которому вода легко покидала дом. Уборка занимала меньше часа, что существенно экономило время хозяйки. Фрэнсис обставила дом водостойкой мебелью, покрыла пол специальным лаком и придумала кухонный шкаф с решетчатыми полками, позволявшими одновременно помыть и посуду. Платяной шкаф тоже был необычным, вода и струи воздуха могли беспрепятственно проходить сквозь него, стирая и высушивая одежду. Вещи, которые от воды бы точно испортились, изобретательница предусмотрительно разложила в пластиковые коробки. Конечно, удивительный дом не мог остаться незамеченным общественностью, и Фрэнсис стала выступать на различных телешоу и презентациях, где рассказывала о своем практичном жилище. Она надеялась, что изобретение поможет людям с ограниченными возможностями поддерживать чистоту в доме, а всем остальным – просто сэкономить время и силы для других важных дел. Дом исправно функционировал в течение 20 лет, но, к сожалению, в 2001 году был сильно поврежден землетрясением. Рабочей осталась только кухня. Спустя несколько лет Фрэнсис по инициативе родственников была помещена в хоспис, где скончалась в 2016 году. Между прочим, ей был 101 год. Возможно, именно умный дом помог женщине стать долгожительницей, позволив сохранить здоровье до преклонного возраста.